здравствуйте мир вам наверное пришло время и нам с не совсем обычной стороны поговорить о разведке поговорить о правде потому что мы привыкли раз в телевизоре в газетах в интернете или от должностных лиц то это правда но нельзя сказать что это не правда потому что это тоже правда поэтому давайте попробуем посмотреть на правду и с другой стороны так назовем другая правда иная правда но тоже правда и это тоже правда просто на другая правда а какая из них правда естественно каждый выбирает сам сам анализирует сам подчеркивает как разведки с нескольких источников итак приезд в украину практически в который раз исторический приезд тайный смеюсь смеемся все вместе такой тайны что надо было чтобы естественно все узнать так вот много экспертов уже с точки зрения разведки обсуждали что приезд его конечно бывает только накануне совершенно исторических событий в украине а это мы при все предполагаем связано естественно с войной с возможным наступлением врага с возможным наступлением и захватом наших территорий и это правда точнее это тоже правда хотя какой может быть большой секрет по поводу наступления врага но только сегодня уже лениво не понимает что обсуждать с точки зрения разведки с точки зрения военного искусства да мы не военные но кадровые военные понимают прекрасно что предсказать действия страны агрессора совершенно не есть проблема понимая их действия и несколько алгоритмов тактических ходов всегда можно естественно разных вариантов предугадать подготовиться рассмотреть все здесь немножко другая война это гибридная война поэтому здесь очень сложно предсказать действия противника тем более такого сумасшедшего врага как наш сосед поскольку он не собирается с точки зрения военной что то сейчас опять захват и поэтому сложно рассматривать где он бросит там войска или там или там не бросит потому что мы все заминировали а ему все равно он собирается десятки тысяч сейчас простых солдат простых своих мужиков просто кинуть живьем да так так именно так живьем на разминирование и когда на это поле побежит десять тысяч двадцать тысяч солдат и будут просто как делали фашисты великую отечественную разминировали людьми то рассматривать вариант что он не нападет там где у нас сильно заминировано очень преувеличено для него люди это мусор но он их не рассматривает за людей поэтому рассматривать надо самые необычные самые страшные и самые нереальные сценарии потому что реальными сценариями он уже не может быть и поэтому с точки зрения военной вряд ли глава цару приезжал лично тогда рассмотрим и другую правду потому что если вы каждый конечно же смотря разные источники совершенно смотря все что можно если вам интересно анализировать потому что мы на пороге нового общества до шестого уклада оно будет информационное соответственно вы должны понимать что мы должны смотреть все что можно анализировать все что можно и все что даже мы смотрим это все может быть правда но есть и другая правда та что не видно ту что прячут та что замаскирована и мы должны все понимать что параллельно с обычной войной идет информационная война потому что его цель сейчас не что-то уже захватывать он думает что уже все что нужно захватить цель нагнетать давить чтобы мы испугались боялись и отдали то что он хочет поэтому и распространяются такие полуфейки полуправду где он соберет миллионную армию он то соберет ее не вооружить не накормить не одеть не доставить очень практически невозможно но опять же с точки зрения военного искусства а с точки зрения нашего сумасшедшего соседа он просто их всех погрузит в бочки и привезет на товарных цистернах поверьте и просто бросит на минные поля как живьем как тараканов они будут бежать погибать и так далее пока мужик русский не поймет не очнется а он никогда не поймет и не очнется поэтому надежда возможно в России на их мам, жен, подруг, любовниц, сестер что они возможно очнутся и как то все таки этому помешают поэтому вернемся к приезду главы ЦРУ поскольку все таки военную часть чуть-чуть отодвинем в сторону скорее всего он приезжал больше успокаивать чем нагнетать потому что нагнетать и так мы уже все нагнетенные испуганные и все сидим тут и не знаем прямо как действовать той или иной ситуации понятно что если нас не поддержит мир так все думают Украине конец Украину поддерживает Господь Всевышний и это тоже его Божий промысел поэтому он нас не оставит поэтому мы всегда должны говорить слава Господу Богу слава Сбройным Силам Украины вооруженным Силам Украины и слава Украине желательно в такой последовательности помилуй Господи нас грешных так вот вернемся к приезду главы ЦРУ а теперь если мы все проанализируем когда вышла информация когда он приехал тайно в Украину естественно мы не знаем о чем он говорил безусловно это секретная информация а соответственно если проанализировать явные разведпризнаки то что видно то что бросается в глаза ну на первый взгляд не особо заметно когда все проамериканские финансируемые правительством США общественные организации всякие антикоррупционные общественные организации и деятели в Украине начали массированно атаку на большую коррупцию и в министерстве обороны и так далее и тому подобное о которой простите наверное вас не надо всех уговаривать что нас не надо нам об этом рассказывать потому что коррупция даже в войну никуда не делась а стала еще хуже к сожалению почему потому что на всех должностях к сожалению президент Зеленский оставил все те же практически мародеров которые грабили и после оранжевой революции и после Евромайдана и к сожалению этих людей просто так не искоренить но но они готовятся как сакральная жертва поэтому и приезжал глава ЦРУ четко спросить у Зеленского господин Зеленский ты готов бороться с коррупцией потому что твои органы государственные органы развед органы Украины правоохранительные и антикоррупционные ну дальше действует по смыслу а вдруг ты скажешь стоп это твой друг это твой двоюродный брат это твоя троюродная бабушка и так далее и тому подобное и поскольку атака пошла серьезно на кабинет министров пошли аресты в министерстве транспорта и еще вы услышите такие до весны огромные фамилии к сожалению после того что в стране делается как страдают люди позволять себе дальше грабить во всех направлениях которые которые существуют в Украине это не только государственные вы прекрасно следите за тем что мы последние полгода занимаемся активно подобными вопросами например у себя в адвокатуре и так далее и тому подобное и поверьте ответы на это будут и очень скоро поэтому Зеленский Зеленский дал добро Зеленский действительно хочет войти в историю и история с Бакановым да с близким другом одноклассником тоже была часть этого подтверждения поэтому наши заокеанские партнеры наши европейские партнеры как бы они не относились да ко всему к деньгам они относятся очень серьезно поэтому скорее всего большие очень люди скоро очень сильно пострадают поскольку у американцев и у европейцев все можно практически за все получить прощение кроме грабежи и кражу денег они к деньгам серьезно относятся поэтому тут мы должны поблагодарить наших партнеров что хоть кто-то занимается коррупционными грабежами в Украине понятно что это только маленькое начало когда начнется отстраиваться страна когда начнется возрождение Украины масштабная которая будет во славу Божью а не так как некоторые хотят включая действительно некоторые не совсем обычные направления а некоторые даже мистические то борьба с коррупцией выйдет на новый уровень безусловно такая служба как служба безопасности Украины а перед этим КГБ комитет государственной безопасности СССР украинской СССР ничем не поменялся люди там как остались начиная с рядовых начиная с младших лейтенантов и так далее и тому подобное это уже очень сложно ну почистить выкоренить это очень сложно а поэтому к сожалению к сожалению мы можем предположить что эту службу надо будет разгонять в прямом смысле слова создавать совершенно новую отчасти как в принципе и полицию и не надо сейчас рассказывать что это будут неопытные люди люди в разведке ничего нам партнеры помогут научат потому что нам уже хватит опытных зачем нам такая разведка которая позволила со всех сторон зайти и столько горя натворить в Украине и сейчас просто не время это спрашивать но придет время это спросим уж поверьте поэтому на данном на данном этапе вот мы рассмотрели с вами не совсем правду точнее другую правду иную правду а вы дальше все анализируйте сами поэтому благослови Украину и помилуй Господи Всевышний и дай нам сил выдержать против врага благодарю за внимание Вадим Хабибуллин Киев помилуй Господи Удачи!